Перспективы развития добровольческих организаций обсудили на заседании Совета по обеспечению социально-политической стабильности и формированию солидарного общества, посвященного Году волонтерства. Встреча прошла в Староскольском филиале БелГУ. Заседание Совета прошло в формате видеоконференции с участием глав района в области. Губернатор Евгений Савченко отметил, что в регионе растет интерес к добровольчеству. Мы сейчас прошлись очень коротко по выставке и мы видим, сколько у нас настоящих горящих глаз, настоящих инициативных людей. Добровольчество, волонтерство, как огромный такой ресурс гражданского общества, гражданской активности. Этот ресурс он должен нарастать, он должен укреплять, он должен пропитывать все поры нашего гражданского общества, цементировать его. Это в полной мере отвечает и нашей идеологии построения солидарного общества. Добровольческое движение на Белгородчине развивается в патриотическом, экологическом и социальном направлениях. В год волонтеры проводят свыше двух тысяч мероприятий. Уже три года работает межрегиональная школа добровольцев, в которой учат делать добро. Ряды волонтеров активно пополняют не только молодежь, но и пенсионеры. Серебряные волонтеры оказывают помощь одиноким пожилым людям. И если начинали мы с элементарной помощи, принести лидарское завтечу, купить и принести воды, сводить в церковь, убрать в квартире, то на сегодняшний день перечень необходимой помощи постоянно расширяется. Я написала, как тут написала, что за тактой страхой стоят люди. Люди, которые отдают все тепло своей душе, они видят необходимость в этой помощи, они не могут небо пройти равнодушно. Немало людей вовлечены и в экологическое волонтерство. Три года назад в регионе было создано движение «Зеленая Россия». Оно объединило более двух с половиной тысяч студентов и преподавателей. Решить вопрос системного взаимодействия между добровольцами и органами власти поможет региональный ресурсный центр развития добровольчества, созданный на базе областного центра молодежных инициатив. Митрополит Белгородский Староскольский Иоанн отметил, что важно поддерживать волонтерство, исключив политику. Принято решение разработать программу развития добровольческого движения до 2025 года. На реализацию планируется потратить 4 миллиона рублей. В завершении встречи Евгений Савченко наградил лучшие муниципалитеты области по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год. Оценивались уровень социально-экономического развития, качество жизни и степень удовлетворенности граждан работы глав территории. Среди сельских территорий в число победителей вошли озерки Староскольского городского округа.